Русские и русские Русские язык – язык дружбы и общения народов нашей страны. В сегодняшней Литве его изучение стало жизненной потребностью. В результате планомерной и целенаправленной работы партийной организации Литвы, органов народного образования, за последние годы в республике значительно улучшилось преподавание русского языка. Педагоги стремятся не только научить ребят пользоваться всеми богатствами русского языка, но и раскрыть перед ними духовные ценности русской культуры, классической и советской литературы. Тема сегодняшнего урока – образцы героизма и самоотверженности защитников Малой Земли по книге Леонида Ильича Брежнева. В последние десятилетия современный читатель все больше отдает предпочтение документальной литературе в сравнении с билетристикой, то есть отдает предпочтение литературе факта по сравнению с литературой вымысла. Мы все с пристальным вниманием читаем дневники, воспоминания, произведения других жанров, письма, свидетелей и участников, великих событий. Мы знаем много художественных произведений о Великой Отечественной войне. Это и книга Александра Фадеева «Молодая гвардия», и книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и много других произведений. И, как вы помните, в основу этих произведений положены действительные факты. В них действуют настоящие люди, советские и этапеи, поины, дышатый подвиг в годы Великой Отечественной войны. Какие мысли и чувства возникли у вас в связи с чтением книги воспоминаний Леонида Ильича Брежнева? Какие эпизоды из книги больше всего вам понравились, запечатлелись в вашей памяти? Любовь солдата к жизни, ее громадный оптимизм, даже во время самых трудных минут, меня особенно поразила. Вот как раз ради высокого смысла продолжения жизни, ради ее высоких идеалов, солдат рвется на бой, рвется на смерть. «Богатырик духа», так сказал о солдатах автор книги. Мне особенно запомнился один эпизод, где русский разведчик подарил своему другу, товарищу, грузину, 23 патрона из своего диска, когда этому его товарищу исполнилось 23 года, а ведь патроны, боеприпасы на малой земле были на весь золото. Однажды один простой солдат в горах обнаружил корову. Вокруг все солдаты смеялись, но поддерживали его идею, будет молоко для раненых. Но самое особенное дело было не в молоке. Каждый солдат радовался этим животным, а особенно те солдаты, которые приехали на войну с населением и сел. Вот как проводятся уроки русского языка в начальных классах одной из школ Заросайского района. А сейчас почитаем по ролям. Скажите, пожалуйста, кто хочет быть птичкой? Живиля, хорошо. А от имени всех нас, учеников, кто почитает? Лаймис, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста. Где ты птичка? Плещеев. 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 Птичка, нам жаль твоих песенок звонких. Песенок. Песенок звонких. Не улетай от нас, прочь. Прочь. Прочь, подожди. Милые крошки, из вашей сторонки гонит меня холода и дожди. Вон на деревьях, на крыше беседки, сколько меня пожидает подруг. Завтра вы спать еще будете, детки. А уж мы все понесемся на юг. Милые крошки, из вашей сторонки гонит меня холода и дожди. Сельским школам сегодня уделяется особое внимание. Здесь, в кабинетах русского языка, есть наглядные пособия и технические средства, кинопроекторы, телевизоры, в некоторых лингофонная аппаратура. Заглянем в среднюю школу города Электреной на уроков неклассного чтения. Не даром рядом с самыми дорогими для нас словами, как отчизна, любовь, мать, употребляем слово хлеб. Хлеб всегда был важнейшим продуктом питания, мерилом всех народных ценностей. Русская народная пословица утверждает, хлеб всему голова. Вы все учились стихотворения, где сытый, но очень плохо воспитанный мальчик, очень небрежно, неуважительно относятся к хлебу. Что такое небрежно, неуважительно? Запишите, пожалуйста. Запишите слово «Не швыряйте». Синоним этому слову «Не бросайте». Кто еще заучил стихотворение о хлебе? Козловской дед. Мне понравилось одно стихотворение Максима Рыльского о хлебе. В этом стихотворении автор наказывает нам с хлебом обращаться очень бережно. Он святой, пишет автор, он всему живому жизнь дает. Хлеб не швыряйте, он святой. Бывало, скажет дед седой, нам детворе проворной. Затем, что труд и крепкий пот, и жито дух медовый, всему живому жизнь дает. Какие вы знаете пословицы, поговорки о хлебе, о труде? Пожалуйста, Вильма. В колхозе язык не в зачет. Кто хлеб убирает, тому и почет. В колхозе не уважает того человека, кто очень много говорит, а мало работает. А уважает того человека, который хорошо и много работает. Мне отец говорил, что наш советский хлеб самый дешевый в мире. А на один батон, который стоит 30 копеек, расходует даже 10 тысяч зерен. В большой народный труд вложен хлеб. Хлеб это труд земледельца, который выросло зерно. Мукомола, который превратил зерно в муку. Пекаря, который изготовил румяные булки. У преподавателей русского языка большой арсенал воспитательных средств, большие возможности. И надо уметь ими творчески пользоваться. Уметь связать тему урока с жизнью. Вызвать у детей живой интерес к предмету. В гостях у школьников председатель колхоза имени Маритя Мельникайте Антанес Жукавский. Ваши товарищи в этом году хорошо убирали камни. А камни, знаете, на поляк очень мешает работа технике. И также надеюсь, что потом, после этого знакомства, многие из вас пойдут учиться в сельскохозяйственной профессии и приедут к нам работать в деревню. Будете полезными специалистами. КОНЕЦ Как превратить урок грамматики в урок мыслей и творчества? Этот вопрос беспокоит и учительницу Генрику Березовене. Вы только что прослушали, ребята, фрагмент из симфонической поэмы Константина Чурлениса «Море». Какие чувства вызвала у вас эта музыка? Попробуйте передать маленьким сочинениям, используя причастие. Спокойное море. Тихо играют блестящие волны на море. Маленькие лучи солнца блестят и едва касаются поверхности воды. Потом поднялся сильный ветер. Бушующие волны набегают друг на друга. Борющиеся между собой, они все уничтожают на своем пути. Опять спокойное море. Пронесшийся ветер уходит куда-то вдаль. Примирившиеся волны продолжают свою игру со сверкающим солнцем. Учительница 7-й вильнюсской средней школы Ниоли Валюлени очень интересно проводит уроки русского языка и литературы. Ее опыт внеклассной работы находит отражение и на страницах республиканского журнала «Русский язык в школе». Больше вдохновения, больше, больше этого жизнелюбия, больше любви ко всему тому, что ты увидела этой ночью. Ты понимаешь меня? Соня, 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 да ты посмотри, ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да просни же, Соня! Ведь ты такой прелестной ночи никогда, никогда еще не бывала. Нет, ты посмотри, ты посмотри, что за луна! Какая прелесть! Душенька, голубушка, ну поедись сюда! Ну, видишь, так бы вот села на корточке, вот так, подхватила бы под себе коленьки туже, как можно туже, натужиться надо, и полетела бы, вот так. Да, Толстой, какая глыба, какой матерый человечище! И знаете, еще что удивительно? До этого графа, подлинного мужика, в литературе не было. Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Некого. Владимир Ильич Ленин. Малахов. Андрей Романович, 1959 года ровдения. Осужден по статьям 145, 39 и 212 прим на 5 лет лифения свободы. Садись. Закурить можно? Беломор годится. Меня интересует, думал ли ты когда-нибудь, почему именно тебе приходится сидеть в колонии, а точно такие ребята, как ты, гуляют на свободе? Думал, ну и в то. И до чего ж ты додумался? Им повезло, меня накрыли. Вот как. Молодые люди. Молодые люди. В Вильнюсе, в русском драматическом театре часто бывает так. Занавес опустился, а ребята не спешат домой. Спектакль, как остановить Малахова, очень нужен, потому что он заставляет задуматься и посмотреть, в каком коллективе находимся мы. Нет ли таких, похожих на Малахова, и сможем ли мы им дать какую-нибудь помощь? Малахов ученик, он одинокий человек, у которого нет совсем друзей, которые понимали его. Родители были заняты собой, особенно отец, совсем не интересовался своим сыном. Когда он был маленький, у него был дефект речи. Это же можно было исправить, и он бы не терпел от своих друзей столько много упреков, что он ненормальный и так далее. И Малахов, мне кажется, что если он не был бы такой одинокий, он не сделал это преступление. В последнее время значительно расширилась внеклассная работа. Развиваются дружеские взаимосвязи школ с литовским и русским языками обучения, со школами братских республик. Во многих школах Литвы оборудованы комнаты дружбы народов, работают клубы интернациональной дружбы. Раз в два года проводятся республиканские олимпиады русского языка и литературы, фестивали дружбы, которые носят массовый характер. Литвы оборудованы комнаты дружбы. Только в Артеке я поняла, какое большое значение имеет знание русского языка. У меня осталось очень много друзей, хороших друзей, с которыми я переписываюсь. И сейчас я переписываюсь с этими лучшими друзьями на русском языке. И хотя наши республики близки по своей территории и родственны по культуре, обойтись без помощи русского языка мы, конечно, не могли бы. Убедилась, что русский язык должны знать все, чтобы могли иметь много-много друзей. А начинается все с детской сказки. Как называется по-русски «ошка»? «Ошка»? «Вята»? «Коза»? «Коза»? «Да». Повторяем все «коза». Еще раз «коза». Как называется по-русски? Продолжение следует...